здравствуйте дамы и господа меня зовут иван яковина сегодня у нас 28 апреля это радио н.в. начинаем нашу программу самых важных интересных событий в украине и за ее пределами сегодня я нахожусь по делам во львове поэтому передача будет немножко в походном режиме если что-то пойдет не так прошу меня не обессудить и так ночью минувшие меня как и многих других людей по всей украине разбудила сирена воздушной тревоги что случилось на этот раз российская федерация снова провела серию терактов против украинских мирных жителей снова устроила взрывы жилых домах из-за чего погибли люди вот по тем данным которыми располагаю на данный момент как минимум 12 человек были убиты в том числе дети были убиты ну что тут сказать опять кремль берет на вооружение тактику террористов если не выходит показать себя на поле боя а то запугивают мирное население и сегодня министерство обороны россия объявила о том что удар пришелся точно в цель то есть они соответственно как бы признают что метились именно в жилой дом тут я уже не могу больше возмущаться и проклинать потому что все уже возмущение и проклятие сказано я другое хочу сказать пока у власти в россии остается режим владимира путина к сожалению это все не остановится поэтому всем странам мира нужно как можно активнее действовать чтобы поскорее разбить российскую армию и положить конец правления нынешнего режима в россии для этого запад должен усиливать и санкционное давление на россию и поставлять украине больше оружия особенно больше оборонительного оружия такого как системы пво как истребители f16 которых к сожалению мы до сих пор пока не получили кроме того и уверен что подобного рода массовые теракты могут стать основанием для возбуждения международным уголовным судом новых уголовных дел как против личного владимира путина так и против разного рода российских чиновников военных депутатов и так далее которые руководят военные операции против украины принимают в ней активное участие санкционируют и одобряют и и так далее тут я вот что хочу сказать по этому поводу на помните не так давно был выписан ордер на арест владимира путина международом как раз уголовным судом этап туда же в этот ордер была вписана мария львова белова так называемый детский омбудсмен россии так вот эти ордера очень сильно напугали российскую элиту подействовали в том смысле что сейчас там в окружении владимира путина вообще в целом москве в кремле очень очень боятся чиновники депутаты олигархи и все прочее получить такие же ордера на свое имя среди них считается что если от санкций которые вводятся уже давно как-то можно убежать как-то можно ускользнуть как-то с ними кого-то подкупить где-то какой-то паспорт новый левый получить или даже попытаться в суде отсудиться от этих санкций то от ордера международного уголовного суда не спрячешься придется сидеть придется отвечать по нему это то есть это их пугает по-настоящему такие ордерами действительно их пугают поэтому вот сейчас москву таймс газета написала что в марте после появления этого этих ордеров первых на путина и марию львову белова в кремле прошло даже специальное совещание посвященное тому как именно российская власть должна реагировать на ордер мусса этого международного уголовного суда и какие действия должны предпринять российские чиновники российские власти для укрепления режима внутри страны помимо гражданских чиновников из администрации президента в этом совещании участвуют также сотрудники управления по защите конституционного строя фсб то есть это то самое это в общем политическая полиция политический сыск российский собственно это организация создана для охраны режима от внутренних политических от оппозиции как сказал один из участников этого совещания что вот это решит цитата это решение суда по сути дела является призывом к свержению власть в россии но при этом с формальной точки зрения это исполнение вроде бы как легального решения легального международного органа то есть они видят в этом легальность для путина как человека который называют себя юристом я не думаю что он юристом является на самом деле но для него всегда очень важно чтобы все было по закону даже самый людоедский самые фашистские свои решения он оформляет как законы или как решение судов хотя мог бы спокойно просто сказать делаем так и все еще бы сделал нет он хочет чтобы все было было бумага с печатью и подпись о том что он преступник он террорист и что его надо что он похищать детей что его надо нужно поймать посадить и судить вот это его пугает это сама легальность процедуры то есть то что соблюдены и соблюдены все формальности это пугает его это пугает всех людей в его окружении вот сейчас уже госдума приняла закон который вводит штрафы за и даже тюремные сроки за призывы арестовать владимира путина я не боюсь этих сроков и могу сказать штрафов тем более могу сказать что путин конечно же нужно арестовать при первой возможности это спасет гигантское количество жизней и не говоря уже об имуществе и денежных всяких делах путина конечно же нужно арестовать спикер госдумы вячеслав володин предложил помимо этого еще вести цензуру и не упоминать в российских средствах массовой информации вообще в россии нигде никогда запрет вести на упоминание международного уголовного суда и его решения существует помимо этого в фсб еще и другие предложения которые пока не обнародованы сказал москву таймс источник близкий к кремлю о том что международный уголовный суд и его решение многие российские почти все российские бояре воспринимают очень серьезно говорят и многие другие близкие к кремлю люди источники тогда то есть я эту информацию слышал из множества источников поэтому я ей верю и в связи с этим я думаю было бы очень разумно было бы очень правильно если бы международный уголовный суд выдавал ордера на арест хотя бы двух-трех российских чиновников из поставленных каких-то генералов или депутатов после каждой серии терактов проведенных вот типа того что сегодня ночью проведены были да это создало бы внутри кремля и внутри всей российской системы определенное напряжение определенное сопротивление вот так подобного рода решением то есть когда путин говорил бы что так и сегодня бомбим жилые дома это было бы не воспринято не равнодушно с каким-то недовольством почему потому что смотрите если бы к в кремле и вокруг кремля все знали точно что каждый взрыв в украинском жилом доме это еще один ордер на арест из международного уголовного суда в гаги причем затронуты затронуться подобного рода ордера может любого в этой системе то эти люди стали бы если не лоббировать но хотя бы по крайней мере пытаться как-то сократить количество этих терактов тем более что военного смысла в них вообще нет он отсутствует нет не не было никакого военного смысла бомбить жилой дом бумани но тем не менее этот взрыв был произведен специально были убиты дети и мирные граждане на мой взгляд в худшем случае в самом худшем случае если вот мое это предложение не сработает ну хотя бы появление таких судебных ордеров на арест повысит уровень недовольства путиным в рядах российской элиты в рядах его миньонов клевретов и прочие шушеры скопившиеся около кремля в любом случае на мой взгляд международный уголовный суд должен быть активнее поскольку в украине сейчас совершается огромное количество международных уголовных преступлений то есть по прямой его специализации поэтому этот суд должен конечно хорошо что он выдал ордер на арест путина и беловой но этого мало я думаю должно быть больше что касается поставок оружия то запад конечно постепенно увеличивает объемы поставляемых в украину и систем пво и разных других видов вооружения вот на дежурство то совсем недавно встали ракеты Patriot которые как ожидается будут вносить решающую роль решающую лепту в защиту украины от баллистических и от и от крылатых ракет кстати вот эти Patriot при необходимости они же могут сбивать и искандеры то есть те самые баллистические ракеты на которые могли бы россияне поставить тактические ядерные боеголовки то есть даже с этой точки зрения это очень очень полезное приобретение но все равно этого недостаточно спасибо конечно американцам немцам за Patriot но все равно этого недостаточно тем более что и россия последнее время времени зря не теряет они там тоже наращивают свои военные усилия очень увеличились объемы производства дронов камикадзе lancet российских дронов камикадзе которые уже сейчас являются возможно самым эффективным оружием россиян эти дроны доставляют гигантское количество неприятностей проблем как для артиллерии так для танков так и для ПВО Украины поэтому срочно необходимо искать какое-то средство им противодействия борьбы с этими дронами lancet это дроны камикадзе которые запускаются летят на несколько десятков километров далеко за линию фронта и там способны за линии фронта уничтожать какие-то украинские цели может быть для борьбы с этими ланцетами надо использовать усиленные меры радиоэлектронной борьбы тем более что я думаю что это радиоэлектронная всякая сфера на западе развита намного круче чем в россии и всякие глушилки там то уж точно делать смогут сделать смогут которые будут забивать сигналы этих ланцетов я думаю что в этом может быть направление стоит подумать ну либо какие-то недорогие зенитные ракеты может быть не самого высокого качества потому что эти ланцеты тоже летят медленно в принципе сбить их не так сложно либо просто пушки и пулеметы зенитные их можно наверное как-то использовать более того уже сейчас есть на видеозаписях заметно что используется сетка просто простая металлическая сетка которую как бы раскидывают вокруг гаубиц вокруг каких-то танков зениток и всего прочего для защиты их от этих самых ланцетов потому что ланцет это не снаряд он всю сетку он пробить если она совсем тоненькая то может но если сетка в несколько рядов он уже просто отскакивает от этой сетки как мячик поэтому нужно думать в этом направлении какое-то дешевое должно быть найдено средство борьбы с этими ланцетами наверняка военные могут что-то хорошее разумно придумать надо понимать что уровень этой угрозы будет только увеличиваться потому что буквально вчера вот вчера в россии прошло специальное совещание по вопросу развития всяких там беспилотных технологий на этом совещании владимир путин распорядился обучать начать обучение управлению беспилотниками детей школьников то есть уже прям со школьной скамьи будут готовить операторов всех этих дронов путин как сказать через сколько уже один год и четыре месяца прошло с начала полномасштабной войны понял дошло до него что беспилотник это очень важная вещь и когда он понял он загорелся и как каждый неофит он решил вбухивать в это время огромное в это дело огромное количество времени и усилий он распорядился выделить на производство самых разных беспилотников триллион рублей на этом совещании конечно 90 процентов этих денег украдут так или иначе разворуют но останутся 100 миллиардов 100 миллиардов это тоже очень большая сумма и на эту сумму можно много чего всякого нехорошего для украины сделать то есть сейчас на мой взгляд меры защиты от беспилотников и от нынешних беспилотников и даже от будущих моделей надо создавать вот прямо сейчас да чтобы потом не было уже поздно в общем я уверен что специальные люди в украине этим уже занимаются думают над решением этих задач тем более что даже россияне сейчас признают что по уровню развития беспилотных технологий украина на полгода как минимум опережает россию то есть есть задел хороший важно не растерять этот задел у украинских специалистов по беспилотникам но сейчас уже точно можно вот что сказать ближайшее будущее войны вообще военные мысли на военной науке будет определяться именно беспилотниками самыми разными и мерами противодействия этим беспилотным кто в этой сфере покажет себя наилучшим образом тот и будет выигрывать все воины будущего я по крайней мере чем больше смотрю на события на фронте тем больше в ждать с обеих сторон самые большие проблемы для обеих армии доставляют сейчас именно разного рода беспилотные технологии и беспилотники кстати сейчас в россии внутри российской федерации начинается легкая переходящая уже в серьезную паника из-за неопознанных но предположительно конечно украинских бпла которые последнее время очень активно разлетались московском регионе подмосковье и в самой москве то и дело их стали обнаруживать кто в воздухе или уже упавшие на земле довольно причем крупные дроны это примерно крупные из-за того что их загружать достаточно большим количеством топлива поскольку россия москва находится довольно далеко от границы россии и преодолеть вот это все все расстояние чтобы преодолеть нужно этим дронам много топлива поэтому они достаточно крупного размера вчера вот над серпуховым это примерно 100 километров к югу от москвы видели большой беспилотник размером с небольшой самолетом даже сказал где-то еще там над другими населенными пунктами там в калуге что-то летал до этого дрон со взрывчаткой большой достаточно упал около индустриального парка руднева где кстати путин проводил то самое свое совещание по беспилотникам это кстати очень напугало его охрану поскольку стало ясно что кто-то слил информацию о передвижениях владимира путина тем людям которые запустили в этот индустриальный парк свой собственный бпл ас со взрывчаткой еще один беспилотник недавно упал неподалеку от главного штаба военно-космических сил россии в городе балашиха около аэропортов замечают неопознанную бпл а постоянно вчера один такой заметили около аэропорта внуково там даже это на время заблокировала его работу сегодня около домодедов плюс пилота самолетов приземляющихся в московских аэропорта говорят что постоянно стали вокруг себя видеть летающие на не очень большой высоте до двух тысяч метров беспилотники то есть летчики говорят что это уже обычное явление стало откуда эти берутся без вот кто их запускает в каком направлении с какими целями и задачами неизвестно однако понятно ну россияне вид когда обломки находят они расковыривают смотрят что там внутри внутри там камера то есть эти беспилотники видимо главная их цель не ударная на данный момент а разведывательная то есть они выясняют пути по которым удобно будет другим уже следующим волна беспилотников долететь до тех или иных объектов в российской столице и по ним ударить я предполагаю пока имею что именно так обстоят дела это конечно абсолютно двое до белого коленя до настоящего безумия начальства противовоздушной обороны московского округа поскольку новостей о сбитых именно беспилотниках даже неизвестного происхождения мы практически не видим то очевидно что российские военные не могут даже толком обнаружить вот все то что летит и кружит сейчас в подмосковье и неподалеку от москвы это конечно удивительно оказывается что бы было кто бы не стоял за ними но мы как бы подозряем кто на говорит слух не будем на могут не только долететь до москвы но и вольготно абсолютно летает там вокруг москвы какие-то свои дела делать что-то фотографирую что-то снимать и тогда не опасаясь при этом уничтожения лишь бы только топлива хватило я так понимаю что топливо и расстояние это две самые главные проблемы у тех кто эти беспилотники запускают поэтому я считаю что шанс массированного удара неопознанными вот этим беспилотниками со взрывчаткой по параду в москве на день победы на 9 мая становятся очень высокими то есть этого не просто нельзя исключать я думаю что к этому все идет может быть правда конечно случится такой удар не в день победы то есть не сам момент праздника во время репетиции незадолго до этого мероприятия представьте какая будет интересная история когда такой беспилотник влетит в стратегическую баллистическую ракету которую знаете огромный их возят по красной площади выяснится что там только пластиковый корпус а самой ракеты внутри нет конечно и всем и так понятно что и внутри нет но когда выяснится как всем станет видно что пока что российские ядерные щиты это просто пластиковые корпуса от ракет советских которые уже где-то сгнили то есть удар конечно может быть имиджевый непоправим я уже молчу о том что насколько это будет позорно если что-то подобное случится когда владимир путин стоит на трибуне лоснится от своего крема против загара наблюдает за тем как приезжают мимо него солдатики которые потом скоро и и про и маршируют солдатики которые тут же отправляются на фронт на мясо и вот он стоит такой радостный этот бах 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 все вокруг него начинает взрываться вот это конечно было бы думаю для него крайне неприятное развитие событий ну и весь мир бы понял что на какие-то очень серьезные проблемы у российской армии мне кажется в принципе это не так чтобы недостижимое не невероятное какое-то событие такого никто никогда раньше не пытался сделать точнее один раз пытаюсь в восьмидесятые годы помните матиас рус приземлился на красной площади у него получилось то есть выяснилось тогда тогда это возможно скорее всего есть у меня такое подозрение что с тех пор мало чего поменялось в российской советской армии и подобную роду операцию можно провернуть и сейчас поэтому я думаю что шансы на что-то подобное есть ну или есть еще более интересные истории представьте себе сейчас владимир путин и его люди напуганные возможностью покушения на путина или возможности того что будет действительно нанесен какой-то удар во время парада по красной площади возьмут и стянут все силы средства пво российского туда к этой самой красной площади в этот момент массирован удар будет нанесен по каким-то военным объектам или объектам инфраструктуры в каких-то других районах москвы а может и вообще даже не москву может поменять воронеж курск там еще что-то тем более кстати пару дней назад россияне заявили о том что разбили два украинских беспилотника в районе курской атомной электростанции при этом не показали эти беспилотники из чего я делаю вывод сбиты что скорее всего они их увидели что летают над этой атомной электростанцией пытались по ним стрелять но беспилотники улетели россияне сказали что сбили вот как-то так скорее всего был потому что доложить о том что беспилотники полетали и улетели спокойно, они, конечно, не могут, они за это получат по шапкам. Им легче сказать, что сбили, не знаю, в реку упали, утонули, все, нет никаких беспилотников. Поэтому, как видим, сейчас вся эта беспилотная авиация является, ну, наверное, самым перспективным направлением, как для Украины, так и для России, к сожалению, потому что ни Украина, ни Россия не могут найти эффективного способа противодействия противодействия этим технологиям. Потому что Украина пока до сих пор не решила, как именно отбиваться от этих ланцетов, которые надоедают артиллерии и танкам. А Россия пока не может, абсолютно ничего просто не может делать, с непонятно откуда взявшимися БПЛА, которые просто пачками жужжат в Подмосковье и уже до Москвы долетают. Я даже рискну предположить, что общий успех в этой войне будет определен в значительной степени тем, кто и как быстрее уйдет, сможет уйти вперед именно в этой области военной науки, в беспилотниках и во всем, что с ними связано. Ну, а теперь давайте немножко к другой теме перейдем. В позапрошлом своем ролике на своем канале я рассказал забавную вроде бы новость. В России запретили собирать мухоморы и ввели за это уголовную статью. В тюрьму сажают. Многие люди решили, что это хохма какая-то, потому что сообщение это вызвало много вопросов и много недоверия. Но на самом деле нет, все серьезно. Владимир Путин действительно ввел в действие закон, по которому за сбор мухоморов и ряда других грибов и растений в России теперь дают 9 лет тюремного заключения. На самом деле тут интересная история. Не все так просто. За мухоморами прячется новость о восстановлении в Российской Федерации, по сути дела, феодального строя, феодального режима. Дело в том, что мухоморы, оказывается, грибы редкие, и их сбор приравнен к браконьерству. А в нынешней России, как и в средние века в Европе, наверное, в ранние средние века, я думаю, в поздние, вряд ли уже такое было, браконьерство для простого народа, для холопов, это страшное преступление, одно из самых ужасных, поскольку охотиться в царских и в барских угодиях, собирать там грибы, могла только знать. Ну, либо по какому-то суперспециальному разрешению могли простые люди. Холопов за подобного рода сборы, за подобного рода охоту сажали, пороли на конюшни и всякое такое нехорошее с ними делают. Сейчас в Российской Федерации возвращаются эти славные порядки. Тут, как мне кажется, ничего удивительного нет, потому что процесс феодализации или, наверное, рефеодализации Российской Федерации проникает во все новые и необычные сферы человеческой деятельности и жизни. То есть, например, в России теперь начальство и охранники разного рода, то есть военные менты, прокуроры могут совершенно безнаказанно убивать, насиловать, давить машинами и самих простых граждан, и их детей, сжигать их живьем, все это возможно, то есть получит, в крайнем случае, условный срок получит. Или срок с отсрочкой приговора на 20 лет. В общем, короче говоря, освобождают от уголовной ответственности за убийство, за изнасилование простых людей и детей простых людей. Все начальство освобождено от уголовной ответственности. Ну а теперь и вот это, то есть, да, в лес, в царские ходить нельзя, ничего там собирать нельзя, а тех, кто пойдет, 9 лет тюрьмы, то есть все должно стать как при феодализме. Кстати, крепостное право, электронное крепостное право в России тоже возвращается вот с этими самыми электронными повестками. Я думаю, слышали вы о них уже многократно. Что это такое, эти повестки? Эти повестки фактически являются знаком, клеймом таким, электронным клеймом, что человек больше не принадлежит самому себе, а отныне он является собственностью самого главного феодала, царя Владимира Путина. И как собственность Владимира Путина, он обязан за этого Путина умереть при необходимости, или кого-нибудь убить, или умереть, а скорее всего и то, и другое, то есть отправиться в армию. То есть, крепостное право введено, с холопами делать то, что можно все, что угодно тоже, этот закон есть. Ну а сейчас вот и до грибов добрались, я думаю, на этом процесс не остановится, там еще и право первой ночи, в общем, там будет все-все-все, как полагается. Но, вообще, конечно, забавно, потому что при Сталине, который, так считается, самый ужасный правитель в истории России, давали 10 лет за измену Родине, а при Путине дают 9 лет за сбор мухоморов. Вот такая вот социальная деградация. Еще я должен, кстати, извиниться перед зрителями канала своего. В одном из недавних выпусков я перепутал американские бомбы J-DAM, которые сбрасываются с самолетов, и ракеты GLS-DB, которыми стреляют хаймерсы, которые запускаются из вот этих пусковых установок для хаймерсов. Дело в том, что и те, и те, они с крылышками, и чем-то внешне друг друга напоминают. Я в этом выпуске сказал, что планирующие бомбы, которые J-DAM летят на 150 километров и попадают точно в цель, хотя на самом деле нет. Эти ракеты могут лететь на расстояние около 70 километров, то есть не на 150, а на 70. А вот у ракет GLS-DB действительно дальность стрельбы до 150 километров, и они тоже летят и попадают точно в цель, но там немножко другой принцип работы. Моя вина, когда ошибся, извиняюсь, исправляюсь, стараюсь, по крайней мере. Действительно, я не военный эксперт, иногда могу в технических вопросах ошибиться. Еще один момент, за который нужно ошибиться, извиниться, это информация о недавнем разгроме российских войск под Авдеевкой. То есть, смотрите, разгон произошел, потери российской армии там были действительно впечатляющими, с этим полный порядок. Но я местом событий указал населенный пункт спорно, а дело было у населенного пункта водяное. То есть, принципиально это, наверное, ничего особо не меняет, кроме для тех людей, кто очень внимательно следит за ситуацией на фронте. Но ради справедливости надо сказать, что я ошибся, да, разгром этот произошел не у спорного, а у водяного. Вот последний по времени разгром под Авдеевкой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!